Лесные истории. В далеком-далеком лесу наш Пятачок нашел колодец. Никакого коронавируса, только цветные карандаши, бумага и бесконечная фантазия. Отличься от главной темы последних месяцев, артисты театра «Наш дом» Валерий и Анастасия решили вот таким незаурядным способом. Кажись, колодец? Ну-ка сейчас заглянем, что там веселого! Любопытный Пятачок угодил в колодец, но как же его спасти? На помощь бумажному другу спешит целый отряд лесных жителей. Сюжет самодельного мультфильма простой, чего не скажешь о его подготовке. На детали для одной серии пятиминутного мультика иногда уходят часы. Мы, допустим, когда делали чашку в одной из серий, нам пришлось придумать, как ей сделать ручку. Мне пришлось пожевать жвачку, оторвать кусочек, и мы сделали вот такую ручку для чашечки. Или, как Настя придумала, торт сделать для мышки. Она взяла... Пирожная картошка, оставшаяся... Да-да-да, разрезала пополам, положила картонку такую. Сейчас в копилке начинающих мультипликаторов 14 краткометражных картин. Каждая отдельная история о серии не перекликаются друг с другом, разве что герои одни и те же. Откуда столько вдохновения? Как говорят сами актеры, его удается черпать отовсюду. Ты идешь по улице, ты понимаешь, что ты в лесу, и никого вокруг нет. Думаешь, боже, как страшно, а вдруг вот так вот заблудиться в лесу? Думаешь, давай мы снимем серию, как у нас кто-то заблудился в лесу. Я уже даже мы говорю. И мы придумали, как вот белочка заблудится в лесу. И от каких-то мелочей ты ловишь это вдохновение, и сам процесс, конечно, доставляет огромное удовольствие. Мультфильмов ждут и взрослые, и маленькие зрители. Некоторые даже обращаются к актерам лично, интересуются, когда же появится новая серия. Получается, творчество сплачивает не только тех, кто участвует в процессе создания, но и тех, кто наблюдает итог. Все мультики выходят на официальном сайте театра «Наш дом». Супруги Валерий и Анастасия уверены, создать такой мультфильм сможет каждый. Отложить в сторону гаджеты, собраться всей семьей и вместе придумать свою уникальную историю неповторимых героев и превратить все это в кино. До свидания, до новых встреч! Нина Бережная, Алексей Сыченко, Новости, Химки ТВ